Всех приветствую на своем канале. Я просмотрела очередное аниме 2015 года рождения, называется Шарлотта. Жесткое аниме о том, к чему может привести небольшая, незначительная ложь чисто ради лжи, скажем так. Почему аниме называется именно Шарлотта, если вы не смотрели, то можете понять где-то так, ближе к концу сериала, там где-то 12-13 серий, скажем так. Если у вас плохое настроение, или такая вот затяжная депрессия, или просто грустно, лучше это аниме не смотреть. Лучше дождитесь, когда у вас будет нейтральное настроение или плохое, потому что на самом деле там есть моменты такие. Если вы сентиментальный, то вам будет хреновенько и грустненько. И ваша грустненькая грусть будет еще более грустной. Если же вы не сентиментальный, у вас нормальное настроение, то в принципе можете посмотреть. Что-то между фантастикой, будущим каким-то там, и экспериментов на людьми. Ну и мне почему-то показалось немножко параллелью с той мангой, которую я сейчас перевожу попутно. Ну, вообще перевожу две манги, просто одна немножко как-то затянулась, этот перевод второй главы. Та, которая вот совсем недавно я реализовала, это волшебница Хамура. Тамура параллельные миры иногда пересекаются. Там вот как раз про параллели. И здесь, в принципе, по сюжету, когда будете смотреть, будет как бы понятно, что слегка такие вот ходы во времени. Не Хамура, конечно, но ходы есть. И чем-то оно мне напоминает даже амнезию, если вы вдруг смотрели тоже аниме. Ну, мне кажется, амнезия все-таки была такая какая-то нейтральная. Это более такое жесткое. Местами я даже вот так вот глаза закрывала, чтобы не смотреть некоторые такие моменты. Но это я такая впечатлительная. В общем, в принципе, Аниме мне понравилось. Хотя я ему поставила где-то так, ну, можно сказать, 6 из 10 за некоторые моменты. Но если вот основную такую тему, было 3 ребенка. Старшенький мальчик, средненький мальчик и младшая сестричка. И как-то вот я считаю, что старшенький мальчик все-таки слегка эгоист. И если он там пытался спасти младшенького мальчика и всех остальных, то он частично думал в основном о себе. Весь сюжет пересказывать не буду. Ну, если вас, может быть, заинтересовало название. Потому что я ткнулась на Шарлотту чисто потому, что думаю, ну, про какую-нибудь девочку. Анотация там, как обычно, от Балды написанная частично. Ну, и мне просто понравились картинки. Я ожидала какой-нибудь там романтики, какой-нибудь там мистики, какой-нибудь еще такого чего-нибудь интересного. Но не того, что ожидало меня на самом деле. Просто момент такой, что где-то вот в последних сериях там немножко проходятся по России. Причем Россия как-то в аниме представлена как вот конкретно Россия, а потом Сибирь. Ну, две такие, видимо, запчасти. Если вам нравится что-нибудь такое непонятное, мистическое со сверхспособностями, то я советую их просмотр. Но все-таки, правда, только в хорошем настроении. Всем спасибо, всем пока.